Большинству простых таджикистанцев медицинские маски не по карману. Самые дешевые СИЗ местного производства стоят около 20 центов за штуку. Но если в день поменять несколько масок, как того требуют правила их использования, сумма по местным меркам выходит внушительная. Поэтому практически все используют одноразовые маски несколько раз, стирают и обрабатывают их антисептиком время от времени. Обеспечьте население бесплатными масками, а затем требуйте соблюдения закона и штрафуйте за их отсутствие. Настаивают столичные жители. Семьи большие, но лучше, чтобы, конечно, если возможность есть такая, чтобы раздавать бесплатно, потому что здесь и работы нет, все едут в Россию. У меня инвалидность второй группы и пенсия у меня всего 100 суммани, почти 10 долларов. Мне и на жизнь денег не хватает. Даже на маски за один суммани, который менять надо. Маски рассчитаны на 2 часа, на 4 часа, но их нужно менять. Но каждый раз покупать эти маски, это нам не по карману. Маски у меня есть. Я их стираю и надеваю постиранные каждый день. По новостям все время говорят, что поступают из разных стран гумпомощь в виде масок. Бесплатно. Почему бесплатную вещь не дать на руки людям? В аптеках Душамбе продают маски стоимостью от 20 центов до 6 долларов. Новые виды СИЗ появляются регулярно, но спросом пользуются в основном маски местного производства. Они стоят дешевле, и так как сделаны не из спецматериалов, а из обычной хлопчатобумажной ткани, от стирки они не портятся. Вот детская маска отечественного производства и хорошего качества. Ее нужно носить 2 или 3 часа, а затем обрабатывать антисептиком и снова носить. Несмотря на то, что накануне в Нижней Палате парламента приняли поправки в санитарный закон, согласно которому таджикистанцев без масок на улицах городов будут штрафовать, на сумму от 11 до 28 долларов в аптеках очередей за ними нет. По словам фармацевтов, власти сами объявили о том, что эпидемия пошла на спад, и жители не торопятся брать маски. Когда был пик болезни, маски у нас раскупали. Сейчас болезнь пошла на спад, и масок берут меньше. Штрафы ничем не помогут, уверена Зуля Рахматова, глава волонтерской группы, которая занимается бесплатной раздачей защитных масок малоимущим слоям населения. Санитарный закон, по ее словам, как ни странно, может привести к обратному эффекту. Некоторые даже семьи, вот у них одна маска, они одну маску могут носить несколько человек. То есть один пришел, снял, другой одел, пошел, и так вот 3-4 человека из семьи могут носить одну маску. Поэтому я считаю, что, конечно, штрафы, это неправильно. Если не будет штрафов, то таджикистанцы просто не станут носить маски, уверен директор Центра социологических исследований Кахрамом Бакозуда. Это может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. По словам эксперта, этот закон – вынужденная мера. Сумма этого штрафа, она должна быть в пределах чувствительности, чтобы человек задумался перед тем, как не соблюдать какое требование, стоит ли ему его не соблюдать. Поэтому я за это требование, я за то, чтобы оно вводилось. Нижняя палата парламента уже приняла поправки в санитарный закон накануне. После одобрения верхней палаты и подписи президента он вступит в силу. Ануширона Рейпов, Насим Исамов. Настоящее время Азия.